Давайте поговорим о передаче параметров в функцию. В нормальной ситуации передача происходит следующим образом. У нас есть, допустим, некоторая переменная x, которую я собираюсь передать. У нее есть какая-то ячейка в памяти. В этой ячейке хранится какое-то значение. Когда происходит вызов функции foo, у меня создается параметр, соответствующий формальному параметру. Память при этом выделяется на стеке. Создается на стеке ячейка. Я нарисую ее как бы внутри функции, потому что время жизни этой ячейки, или, скажем так, время резервации этой ячейки под формальный параметр a – это время жизни функции. Пока она не сделает ретерн. Как только она сделает ретерн, все, эта ячейка a перестанет существовать. Так вот, вот это число, добываясь из переменной x, копируется в параметр a. Послушайте, эти параметры и переменные могут быть вообще разных типов. И при вот этом копировании значения может даже происходить неявное преобразование типов. Но в самом простом случае их типы полностью совпадают. Изменение параметра a внутри функции, увеличение его на 10, например, не приводит к изменению параметра x. Я увижу и зафиксирую, что этот параметр изменился. Но как только эта функция закончилась, результат посчитался и вернулся, ну или если она void, нет результата, я не увижу никаких изменений в x. Но давайте на это посмотрим. Вот реализована у меня функция foo, которая принимает int a. У меня реализована функция main, в которой я распечатываю x, вызываю функцию foo, которая меняет параметр a. А потом распечатываю x еще раз. Давайте посмотрим, что она выведет. Итак, мы видим следующее. Мы видим следующее, что у нас x равно 7. Функция получает a, равная 7, меняет его, делает 17. А x по-прежнему остается равным 7. Что нам делать для того, чтобы все-таки изменить ту переменную, которую нам передали? В языке Pascal существовали такие var параметры. В c++ есть такая вещь, как ссылки. Они даже более удобные, чем эти var параметры. Но в c, в чистом c, ссылок нет. И нам надо каким-то образом дотянуться до этой переменной x. Что мы можем для этого сделать? Оказывается, мы можем в качестве параметра локального, существующего временно, передать не саму переменную x, точнее, не значение переменной x, а адрес этой ячейки. То есть мы берем адрес этой ячейки x. Или давайте я вот так напишу. У меня есть переменная x, которая вот здесь. А передаю я адрес ячейки x. То есть фактически я передаю, вот я его звездочкой обозначу, передаю вот этот вот адрес сюда. И я, пользуясь этим адресом, изнутри функции могу, разыменовывая свой указатель, а вот этот параметр фактически будет адресного типа, переменная адресного типа называется указателем. Так вот, я пользуюсь этим указателем, разыменовывая его, дотягиваюсь до самой переменной. Ну, естественно, что в этом случае типы должны жестко совпадать, иначе компилятор будет бить тревогу, неправильная интерпретация. Ну, в общем, смысл в том, что при помощи передачи параметра по адресу мы можем засунуть туда информацию, где менять переменную. И это должно вам помочь понять, почему у функции сканф, которая считывает параметры, почему у нее там все время пишется вот так вот, амперсанд x. Кроме того, еще один важный момент. Ведь эта функция сканф универсальная, и она должна уметь принимать любой указатель, правда, на один тип, на другой тип. То есть я передаю не само значение x, я передаю туда внутрь адрес ячейки, где функция сканф должна, собственно, вписать значение, которое придет с клавиатуры. А вот это, это что такое? Что такое процент d? Это не только формат, то есть десятичное, шестнадцатиричное число, как его интерпретировать. Нет, для функции сканф вот эта штука, это еще и маркер типа, про который я говорил в предыдущем видео. Давайте попробуем сделать простую функцию, модифицирующую, все-таки, модифицирующую переменную x. Для этого я сделаю ее получающий тип указателя. int звездочка a. Теперь понятное дело, что это указатель. Давайте я его назову буковкой p. Соответственно, когда я буду им пользоваться, то мне нужно реально его разыменовывать. Потому что я хочу увеличивать не сам указатель p, сдвигая адрес на сколько там ячейк, и попадая в неизвестную память. Нет, я предполагаю, что мне реально передали одну переменную. И мне вот здесь надо изменить то, что по адресу p, звездочка p плюс равно 10. Соответственно, и здесь я буду говорить о том, что мне передано. И здесь я тоже подправлю, чтобы было видно при распечатке. И в результате, вот здесь еще один момент. Мне нужно передать, когда я вызываю функцию foo, теперь мне требуется передать адрес x, а не сам x. Потому что иначе у меня будет бастовать компилятор, говорить о несоответствии типов. И вот теперь смотрите, то, что надо. Абсолютно то, что надо. x был 7, и в конце x стал равен 17. Да, внутри функции я работал с ним под другим именем. Точнее, его указатель имел другое имя. Его адрес, хранящийся в указателе, имел другое имя. Ну и что? Есть некоторое неудобство в таких изменяемых параметрах. В том, что мне приходится все время в течение функции писать звездочка p, звездочка p, звездочка p. То есть, где я хочу к нему обратиться, считать его или изменить его, мне все время приходится его разменовывать. Это заморачивает. Но зато мы четко видим в языке c, что вот этот параметр передан по адресу, а значит, он может измениться внутри функции. Если же параметр передан не по адресу, то у меня есть гарантия, он изменяться не будет. Все будет ок. Ну и еще один важный момент. А что будет, если я создам функцию, которая возвращает указатель? Может ли функция возвращать указатель? Давайте посмотрим. Я создаю в этой функции некую переменную. Давайте назову ее y. Я положу туда какое-нибудь значение. И верну указатель, точнее адрес. Верну адрес этой самой переменной. Давайте попробуем вызвать эту функцию. Вызвать эту функцию. Сохранить результат в указателе. Ну, назовем его p-y. И распечатаем значение этого самого p-y. Звездочка p-y. Меня интересует, естественно, не сам p-y, а то, что по нему. Здорово, да? Ну, давайте я... При желании я мог бы вот здесь тоже распечатать это значение. Там print y равно... Чтобы это было, в принципе, видно. Да, чему там при работе программы мы это увидели. И... Да, ну, вроде бы все окей. Так, перезапустим нашу программу. Значит... С Богом! Что мы видим? Мы видим... Function has... Да, stopped working, короче говоря. Наш вычислительный процесс прервался. В чем фишка? В чем проблема? Мы, вроде бы, вернули адрес, который нам принадлежал. То есть, это же наша переменная y, да? Почему нет? В чем проблема? Вот я сохранил ровно то, что вернулось из функции bar. Почему? Нельзя. Никаких ошибок компиляции нет. Вот, посмотрите. Но! Есть предупреждение. Function returns address of local variable. Нельзя возвращать адреса локальных переменных. Понимаете? Вот она, фишка. Да, что тут еще? Поинтер from integer, фу. А, этот надо было анперсантекс сделать. Окей. Ну, в общем, все. Все окей. Да, у нас вот этот warning. Не то, что warning, а фактически вот оно. Он успевает вот это выполнить все. Просто в прошлый раз он не успел напечатать до момента, пока операционная система... Ну, в смысле того, что там есть кэширование, и он не успел вывести на экран до момента, пока ему дали по башке. Теперь, видите, он успел. Вот я вижу, Y существовал. Там то, что мне надо. Ну, вот. Короче. Ни в коем случае нельзя под страхом смертным слушайтесь вордингов и ни в коем случае не возвращайте адрес локальной переменной. На этом все. Переходите к следующему видео. Переходите к следующему видео.